Всем привет, друзья! На связи МК. Давно не виделись, я был в отпуске. Две недели я провел в совершенно спартанских условиях, но это видео не про отпуск. Как раз перед тем, как уехать в отпуск, у меня на обзоре лежал ноутбук. Вот этот вот, это Honor MagicBook 15. Это недорогая модель, достаточно неплохая, и я должен был сделать на него обзор. Но, к сожалению, мне нужно было уезжать, билеты были куплены, и я решил, что возьму его с собой. То есть, в чем проблема обзоров в интернете сейчас? У обзорщиков куча девайсов, которые лежат и ждут своего часа, когда на них сделают обзор. У них нет большого количества времени, чтобы сделать этот обзор, потому что нужно прочитать отзывы на этот товар, посмотреть обзоры на технических сайтах, в том числе иностранных. Написать сценарий, какое-то свое мнение выработать по поводу этого, и только потом выпустить. А еще это все смонтажить, сделать звук, картинку. В общем, это достаточно сложный и долгий процесс, и поэтому все это время занимает как раз не обзор, а производство ролика. В моем случае я решил попробовать вот именно с этим ноутбуком поехать в отпуск и работать на нем так, как я работаю в своей повседневной жизни. Я люблю поиграть за компьютером, как и все, но на это не так много времени выделяется. Очень много времени тратится именно на работу. Еще лет 6 назад я основал сообщество «Мой компьютер ВКонтакте», еще когда служил, потому что мне было в кайф, и до сих пор в кайф. Я все свое свободное время вкладываю в создание контента именно для группы, а уже потом создаем контент на YouTube. Так вот, компьютер мне нужен в основном именно для работы. Для работы в Photoshop, пускай на пользовательском уровне, для работы в Premiere, для работы со звуком, ну и конечно же для развлечений, для чтения сайтов айтишных, для просмотра видео, фильмов, сериалов и так далее. В общем, играю я не так много, и эти игры не такие популярные, и не такие новые, но все же главная задача для моего ПК – это обеспечить меня нормальной работой. И мой компьютер, который стоит у меня за спиной, полностью всем этим требованиям отвечает. Конечно, для такой работы, которую я веду на компьютере, нужен достаточно мощный ноутбук, игровой ноутбук. Но у этих ноутбуков есть два таких достаточно существенных минуса. Первая, конечно же, это цена. Хороший игровой ноутбук стоит, ну, под сотню тысяч рублей. Ну и вторая – это его габариты. То есть, везде его с собой не поносишь. Вот в отпуске я ходил вот с этим ноутбуком. Он тонкий, всего два, по-моему, сантиметра. Весит он полтора килограмма, хотя, несмотря на то, что он еще и металлический полностью и снизу, и сверху. И мне это было удобно. А большой ноутбук вот такой толщины, у меня такой был, носить совершенно неудобно. В общем, в этом видео я опишу свое мнение полноценной работы о Honor MagicBook 15. Этот ноутбук позиционируется как бюджетный. Я помню, его цена примерно от 39 тысяч, по-моему, в Москве. Я нашел цену до 45-50 тысяч. В зависимости от комплектации – 256 гигабайт SSD, либо 512. И начну я сразу же, наверное, с минусов. Первое, что мне не понравилось, так это отсутствие подсветки. Отсутствие подсветки на клавиатуре, потому что я часто работал в номере, дома семья уже спит, номер и маленький, пойти некуда, и свет не включить. А на клавишах приходится постоянно вот так вот светить дисплеем, знаете, чтобы что-то разглядеть и увидеть. Второе, что мне не понравилось, это вот эти маленькие стрелочки обрезанные. Не знаю, мне неудобно. Хотя со стрелками я часто работаю, знаете, там в фотошопе, либо в каких-то других программах, да даже в веб-браузинге. Постоянно я работаю со стрелочками, и вот эти вот обрезанные стрелки, они мне совершенно не нравятся. Еще одна проблема, с которой я столкнулся, это постоянно вместо Enter я нажимал букву «Э» русскую, потому что она находится вот рядышком, а Enter какой-то укороченный, и всегда палец попадал именно на букву «Э». Поставляется он вот в такой самой обычной картонной коробке, ничего интересного в ней нет, кроме кабеля и вот такого вот зарядного устройства. Заряжается ноутбук от USB Type-C, что очень удобно, подойдет даже зарядка от вашего телефона, если он снабжен таким портом. Размер у него совершенно маленький, носить очень удобно, в рюкзак вмещается вообще в легкую. Сам ноутбук, как я уже сказал, толщиной всего 2 сантиметра, весит 1,5 килограмма. Сделан он, как они пишут, из авиационного алюминия. Вот здесь вот у него такая вот интересная гравировочка, бирюзового-синего оттенка, надпись Honor, все, больше ничего нет и это мне нравится. Ноутбук выглядит дороже, чем он есть на самом деле. Снизу он тоже металлический, вот здесь вот у него резиновые такие вот подставочки-прокладочки, ноутбук не скользит. Внутри 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт NVMe SSD с очень хорошими показателями скорости, между прочим. Вот здесь у нас две наклеечки, Vinda и Radeon Vega 8, внутри стоит Ryzen 5 3500U, частота базовая 2.1 ГГц и частота в Boost 3.7 ГГц. К слову, наперед скажу, что это достаточно неплохой энергосберегающий процессор, у него TDP 15 Вт всего, но это позволяет ему неплохо работать и не сильно греться, что самое главное, потому что это все-таки ультрабук, и он очень тонкий. Процессоры AMD в последнее время показывают хорошие результаты и укрепились не только в десктопах, но и в мобильных решениях. Это наблюдается как в бюджетном сегменте, так и в топовом. Снизу у нас также два динамика и звук здесь очень даже на уровне. Даже на ноутбуках, которые стоят гораздо дороже, у этого ноутбука звук прям вообще пушка. Басы выдает, в общем, фильмы, сериалы смотреть милое дело. Но самое главное в ноутбуке, по моему мнению, это все-таки дисплей, потому что часто люди пытаются найти самые дешевые модели и более-менее хорошее железо. И получается так, что они покупают ноутбук с совершенно ужасным дисплеем, что вообще портит все впечатление и неважно, какое там железо уже стоит. Здесь у нас 15,6-дюймовый дисплей, также есть версия на 14 дюймов, ее я тоже тестировал, и мне он тоже, в принципе, понравился. Более младшая модель. Также есть старшая модель, про-версия. Что касается дисплея, на улице на нем работать совершенно невозможно. Но это не проблема конкретно этого ноутбука. Это проблема практически всех ноутбуков, даже которые выше этого ноутбука ценой, причем даже в два раза. Максимальная яркость 300 кандел, и на солнце работать, как видите, практически невозможно. Ноутбук бликует, яркости не хватает, изображения практически не видно. Но в остальном претензий к дисплею нет. Здесь стоит неплохая матрица, углы обзора у нее достаточно хорошие, что по горизонтали, что по вертикали. Матовая поверхность, по идее, которая должна не бликовать, но, естественно, как видите, ноутбук все равно бликует. Что мне понравилось, так это тонкие рамки, всего полсантиметра с трех сторон. Выглядит очень круто. Как вы видите, камеры здесь нет, потому что она спрятана в кнопке на клавиатуре. Такая стелс-камера, это хорошо и плохо. Хорошо, потому что за вами не сможет следить курирующий вас ФСБшник. А плохо, потому что, когда вы ее нажимаете и начинаете печатать, собеседник видит ваши пальцы, да и вид снизу не самый фотогеничный. Но в остальном, в принципе, интересное решение. Второе интересное решение, это сканер отпечатков пальцев в кнопке включения. Работает он просто замечательно. Практически никогда не глючит, если изначально вы ввели все правильно. Потому что некоторые люди сначала вбивают жирными пальцами свой отпечаток, а потом жалуются, что не могут его отсканировать. Здесь сканер работает хорошо. И так, как я сказал ранее, основная задача моего компьютера это работа, создание контента. Начнем с фотошопа. Работаю я в нем, создавая картинки для группы ВКонтакте, также создавая какие-то картинки для видео. И вот проблема в том, что когда мы работаем с большим разрешением, ноутбук уже начинает подтормаживать. И независимо, подключен он к розетке или не подключен, для разрешения больше Full HD уже начинаются некоторые тормоза. К слову, последнее видео на канале, где я собрал много блогеров и мы решали, что круче Intel или AMD, я заканчивал монтаж этого видео именно на этом ноутбуке. И он, в принципе, справился. Видео вышло, как я надеюсь, вы все его посмотрели. Если не посмотрели, ссылочка здесь будет в подсказках. Что касается игр. Здесь нет дискретной графики, здесь встроенная Vega 8, как я уже сказал. Про нее мы уже рассказывали во многих наших видео. Это неплохая встроенная графика, которая тянет такие игры, как Dota 2, CSGO, или какие-то стратегии, FIFA, но какие-то тяжелые проекты, типа Метро нового, да, или Ведьмак, уже придется снижать настройки графики до минимума и играть в HD. В общем, не самое приятное занятие. Поэтому для игр легких, онлайн игрушек этот ноутбук подходит. Что касается нагрева, вообще с таким понятием, как нагрев, я практически не столкнулся. Ни в работе, ни в играх. Он работает совершенно бесшумно в штатном режиме. При высоких нагрузках ноутбук уже начинает немножечко шуметь. При этом нагрева корпуса какого-то, знаете, такого некомфортного не было. Ноутбук не троттлил, все было замечательно. Несмотря на то, что, например, ноутбуки Redmi, да, на тех же самых процессорах, как и здесь, на Ryzen 5 3500, начинают переогреваться, троттлить, ну, какие-то такие чудеса случаются. Здесь с системой охлаждения все нормально, работает ноутбук замечательно, вопросов к ним нет. Напомню, я это рассказываю после двух недель полноценного пользования этим ноутбуком. Для любителей бренда Honor или вообще Huawei, здесь вот есть такая фишечка, как Honor Magic Link. Если у вас смартфон Honor или Huawei, вы можете просто поднести, здесь стоит типа NFC-чип, который сразу же передает данные на ваш ноутбук. Либо можно дублировать экран смартфона, что очень удобно, в принципе, очень интересная экосистема для любителей бренда Honor и Huawei. Данный сэмпл прислала мне компания DNS, за что им большое спасибо. Ссылочки на этот ноут и на магазин DNS будут в описании. За две недели я использовал его во всех только режимах, которые возможны для этого ноутбука и в которых я работаю сам. И не столкнулся практически ни с какими проблемами. Конечно, производительности мне не хватало. для создания видео такой ноутбук подходит с очень большой натяжкой. Для работы в фотошопе ну только с картинками не очень большого разрешения. Но работать на этом ноутбуке можно. Поэтому сейчас будет скоро сентябрь, если выбираете себе хороший ноутбук для работы, который не тяжелый, который не глючит, у которого все красиво, хороший звук, неплохой дисплей, неплохой процессор, то я советую вам приглядеться именно к ноутбукам Honor. Если у вас есть какие-то свои варианты, обязательно пишите свои комментарии. Во-первых, потому что я их обязательно прочту. Во-вторых, потому что вы поможете этому видео набрать как можно больше просмотров. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok